Друзья, иду гуляю, прогуливаюсь по улице, и вот за мной уезжался такой вот котенок, не дает мне пройти, друзья, вот он у меня, аж я чуть ли на него не наступаю, не сюда, кс-кс-кс-кс, покажи мне повод никакого. Вот она бегает, обследует территорию, маркиза, я назвал ее маркизой. Друзья, я решил покормить ее кормом таким вот. Это у тебя? Что? Давайте ей пожелаем приятного аппетита. Друзья, я прям яйцо вывалил, пусть это особо королевское яйцо тоже ест. Кстати, очень спокойно переносит воду, ему даже нравится, вот видите, водные процедуры. Видите, она меня даже не царапает совсем, не, как вам сказать, не дерется со мной, очень ласковая. Сейчас я ее оботру, посмотрите, какое чудо, а? Как можно такое чудо кому-то отдать или куда-то деть, друзья? Тебе холодно, а ты вырываешься, а? Куда ты убегаешь от меня? И совсем не хочет, друзья, обтираться, сохнуть, совсем не хочет сохнуть. Видите, вылазит. Вот она на меня обиженная, даже не хочет ласкаться, хотя мурлычет, можете послушать. Что-то нам говорит. Одна бразь. Вот здесь вот, смотрите, друзья. Подожди. Маркиза давай покажем. Видите, как ей нравится. Все-таки животные чувствуют хороших людей. Надеюсь, я вовсе не такой пропащий. Так. Будем делать капать от ушей, тебе. Друзья, у меня нет ассистента. Это же маленький ребеночек. Вот так вот мы ее. Докорай, вот, друзья, красотка. Итак, по мне не лазить. Затяжки мне не делают на штанах. Я даже не могу закрыть до конца дверь, боюсь, я его там задавлю, ее вернее. Придавлю лапку или хвост, или голову вообще. Видите, как от меня ни на шаг не отходит мое дитя. Ставим такой вот лайк, комментируем. И не забываем подписываться на канал. Всем пока. Маркиза, шкаре. Пока. Всем пока, друзья. Друзья, иду, гуляю, прогуливаюсь по улице. И вот за мной увязался такой вот котенок на улице Октябрь. Такой кошачок. Ты, наверное, хочешь поиграть со мной? Маленький, да. За мной увязался от самого поворота, от магазина, там дальше магазин. Друзья, вот такой вот котенок за мной. Как я зовут-то? Мурзик? Или как? Или ты она? Или ты он? Маленький, наверное, на месте четыре. Лишаек не наблюдаю. Бушек тоже нет. Видно, что чей-то домашний. Но выкинули на улицу. Или сам убежал. Вот, не дает мне пройти. Друзья, вот он у меня. Аж я чуть ли на него не наступаю. Пойдемте, наверное, я отлезу его все домой. В дом. А я скоро уеду. Но у меня как раз мыши, крысы. Я пошел! В доме весь он будет ловить. Мушей и крыс. Надеюсь, окраска у крыслового. Кстати, он, по-моему, двухцветный. Такой полосатый крыслово. Обычно крыслово, бы кто не знал, они вот такие вот, имеют такой окрас. Обычно кошки ловят. Но кота я тоже видел. Который крыс ловил в общежитии в том же. Был такой у нас один кошачий котел. Есть видеоролики в моем. Этот котяра. Вот он не дает мне прохода. Ласкается, да? Смотрите, какая прелесть, друзья. Какой ласковый. Надо его накормить, налить ему молока. Дать ему что-то съесть. Это, наверное, знак, друзья. Так вот котенок залежался за мной. Друзья, вот я зашел в переулок. Подхожу уже к дому. А котяра от меня, вон, видите, может и наблюдать. Сзади улицы. Никак не может отстать. И что-то у него слабый. Или перебитое оно. Или такой вот дефект. Пойдем. Будешь мне ловить мышей, крыс. Назову я, наверное, себя. Как же мне тебя назвать-то? Наверное, как в начале ролика. Мурзиком. Ну-ка, дай посмотрю. Ты вон или она? Ну-ка. А ты, оказывается, еще и она, наверное. Пошли. Потом посмотрим, когда придем домой. Кто-то, какого пола. Друзья, я иду в дом. И тут маленький друг или подруга бежит за мной. Он нас заспыкает. В кимнате хищник. Соми за мышью, крысы. Думаю, это какой-то знак, что он за мной пошел. Давай я буду догонять. Просто так животные не будут себе выбирать хозяина. Может, приблудился. Просто ко мне решил подойти. Он ближе за мной. Кыск-кыск-кыск-кыск. Пошли. Друзья, подхожу я к дому. И вот он меня. Идет за мной. И следует. Скажем так, поэтому. Ставим лайки. И не забываем подписываться. Бежит за мной. Давай, пойдем. Подхожу я к дому, друзья. Сейчас надо будет его. Так, ты опять под ноги лезешь. Потому что тебя раздавил. Тут моя калитка. Уже все время убитая. Как я в других роликах говорил. Давай, заходи в новый дом. Я правда уеду, но у меня есть сарай. Завтра я вам покажу, поснимаю. Он у меня в сарае будет жить. Он у меня в сарае будет жить. Зимой, правда, не знаю как, но думаю, не замерзнет. Он уличный, непородистый. Может, и порода какая-то. Друзья, он обследует территорию новую. Свою, да? Иди сюда. Надеюсь, лишаев у тебя нет. Да вроде бы нет. Уши чистые. Ну-ка, ты кто? Покажи. Она или он. Давайте посмотрим. Так, покажи. Сейчас я на камере, друзья, фонарик отключу. А так вообще ничего не видно. Ладно, друзья, поснимаю завтра днем. Что и как. Со своим новым другом или подругой. Завтра узнаем, кто это. Но я сегодня узнаю, посмотрю. Вам завтра покажу. Пусть пока обследует территорию новую. Сейчас надо ему молока пойти купить и чем-нибудь покормить его лицом, например. Друзья, ну вот я и пришел домой. Пошел в дом. Добудит свет. Друзья, зажег свет. И вот мой новый друг или подруга. Прямо ломится. Посмотрите, друзья. Он уже лезет в окно. Он лезет везде. В дом. По дверью. По дверью какой? А, ушлый? Или это она? Вон печи, послушайте. Давайте я отойду. Вы посмотрите, как он туда ухажет. Это у меня летняя веранда. У нас туда залез на окно. О, очень, видимо, хочет зайти. Давайте, ладно. Надеюсь, Бог не перетащит мне дом. Пустит. Где он? Ты где пищишь? Вот. Вот оно. Мышей-то у меня будешь ловить, нет? Вот, походу, кошачья мята растет. Или мята. Прямо они от нее долдеют. Такое вот, короче, друзья. Котейка. Котофей. Как тебе обозвать-то? А какое имя годится иметь котенку? Я вам завтра обещал показать. Когда посмотрю, какое оно поло. Но, наверное, посмотрю сейчас. Не сюда. Покажи мне, поло ты какого? Ты чего? Хвост, хвост отжимает. Наверное, это все-таки она. Камера у меня чуть не сбила. Друзья, это, это она. Назовем ее маркиза. Смотрите, какая у вас она. И все, маркиза лишаевых нет. Она, походу, жрать хочет. Еще лапки перебитые. Смотрите, какая нежная. Масковая. Ну, мышедержитель, да? Крысы. Так как жалко я, друзья, уезжаю. Собою тоже забрать не могу. Думаю, будет бегать во дворе. Тоже мышей хватает. Друзья, ну вот она бегает. Обследует территорию. Маркиза. Я назвал ее маркизой. Что это? Она. Хотел тебя мурзиком обозвать. Но ты, к сожалению, не мурзить. Но, может, к счастью, видеть нигде не будешь. Друзья, я думаю, это прирожденная охотница. Правда, с блохами. Вот она обследует. Походу, у меня много было мышей. Пока меня не было в доме. Поскольку она, видите, как запах, запах пахнет мышами. И крысы, может, тоже есть. Я крысы еще вроде бы ни одной не поймал. Сначала думал, это крысы. Оказалось, мыши просто крупные были. Одна маленькая и три прям таких нормальных. Ну, не гигантских, но... Я просто своей жизнью вживую полевок видел. Таких я ловил в том году, но... Думал, вот крысят, а оказались это мыши такие. Так, накровать нельзя. Нельзя накровать! Маркиза, пока ты это с блохами, нельзя тебе накровать. Ну, это, на принципе, здесь от меня не отходит ни на шаг. Это и не мама кошка. Вот так. Давай, обследуй территорию. Она обследует территорию. Пусть походит, запах свой оставит. Мыши не любят запах кошек. И, если кто не знал, друзья, у кого есть кошки, обычно, даже если они не ловят мышей, мышей все равно в доме нет. Потому что пахнет кошкой, если именно в доме кошка живет. И мыши боятся этого запаха. Они думают, что... Они же не знают, охотится эта кошка или нет. Вот она вынюхивает, обследует. Да, маркиза? Что-то у нее задними лапами. Ну, они перебиты в нее немножко. Или одна лапа больная, или... Только животных бездомных. И всех хочется пожалеть и пригреть. В том году за мной, вернее, в этом... Я почему, друзья, говорю в том, потому что... Давайте я камеру к себе поверну. Друзья, этой весной за мной вязался щенок. Бежал почти до калитки. Забежал до калитки. И как? Так, давай, скулить, кричать, плакать, звать... Звать, короче... Звать меня, вон она по ногам лезет. Что-то ты хочешь, маркиза? Надеюсь, у тебя это... Бешенства нет. Ты просто играешь так. Что-то она хочет сказать. Друзья, это тоже... Приметы всякие, когда... Кошка хочет что-то сказать, но, видимо, она... Вот смотрите, что она хочет. Вот что ты хочешь? Нельзя! Нельзя! Маркиза! Нельзя! Слезь! Слезь! Что-то она мне хочет сказать. Может, предупредить о чем-то? Может, какая-то неприятность должна произойти в моей жизни? Я не знаю, друзья. Кстати, она пятнистая и двохастая. Да, или ты умываешься, или плохо что слышишь. Щенок, я, друзья, не договорил. За мной щенок увязался, маленький. Я думаю, во дворе его поселил, а потом кому-нибудь отдам. Может, собачий приют. Хотя, не знаю, здесь на поселке, по-моему, нет такого. Не мог бы добрым людям его отдать. И добрые люди бы взяли, я думаю, с удовольствием. И он бы охранял бы им двор. Пошел я, короче, в дом, потом во двор. Он кричал, кричал, въезжал, въезжал. Потом я вышел, он уже побежал на другую улицу. Я думаю, ну, не буду я его трогать. Куда-нибудь, кому-нибудь во двор приблудится. А сейчас, друзья, наверное, думаю, что все-таки это какой-то знак. Потому что это уже кот, щенок. Теперь уже котенок, кошечка. Не знаю, может быть, все такие бездомные животные, пока всем липнут. Но это прям что-то нереальное ко мне как-то прикипело. Маркиза, ну ты чё? Ладно, пойду я. Ты за мной, да? Она прям от меня не отлипает, друзья. Я сейчас уйду, а столько долго будет уезжать, кричать и плакать. Это моё дитя. Это дети, друзья, животные. Это наши дети. Маленькие. Куда я, смотрите, туда и она бежит. Блин, ну, что с тобой такое-то? Может, ты мне скажешь? Чё, всё, да? Любовь с первого взгляда, да? Ладно, мне пора в магазин. Пойду я в магазин, друзья. Там проходит, обследует всё. Пахнет мышами, да? Смотрите, как она ко мне пластится. Куда я, туда она. Прямо поиск даже на неё наступить. Она и так, как это. Наступлю вообще, раздавлю. Смотрите. Я прям как Юрий Куклачок, друзья. Знаете, дрессировщик кошек. То есть я остался у меня между ногами. Как номер он вставил. Ходит кошка. Вот так вот. Раз, раз, раз. Между моёх так. Раз. Раз, да? Раз, так. Раз. Тебя выдрессировать, да, Маркинзе? Наверное, друзья, это любовь с первого взгляда, я думаю. Вот. Думаю, также она будет мышей любить с первого взгляда и крыс. Я ещё тут побуду пару недель. Надеюсь, она освоится. Да? Я бы тебе даже с собой спать положил, но боюсь потом чесаться блохами или лишаями. Надо тебе будет ошейник присмотреть. Так, на кровать нельзя, я уже говорил. Маркизу нельзя на кровать. Будешь хорошая девочка, послушная. Друзья, пишем в комментариях, как вы думаете. Кстати, когти. Так, когти будешь во дворе чесать от деревьев. А как вы думаете, сколько ей месяцев? Вроде бы, на мой взгляд, это котёнок. Месяца четыре, думаю. Пять отсела. Не больше. Хотя, не знаю. Ну, ладно, Маркиза, давай. Пойду я тебе за вискосом и за молоком. Ну, что ты так? Как тебе нравится новое жилье? Давай посмотрим, что тебе нужно дать поесть. Друзья, у меня в холодильнике покати шаром. Тут виноград. Я вам рассказывал, у меня много винограда. На участке я весь собрал. Последний, который я успел. Вот другой сорт. У меня четыре целых сорта. Вот остатки роскоши. Остальной весь посох. Я в начале октября приехал. Как раз уже его надо обрезать. Виноград. То, что вот я успел срезать. Так, давай, наверное, мы тебе дадим. Друзья, у меня яйца есть. У меня они, конечно, тоже есть. Два яйца, но вот здесь их, они куриные, их намного больше. Блин, куда я тебя как себе беру, Маркиза. Возьму, наверное, одно яйцо. Наверное, одно. И покормлю. У меня молока нет. За молоком я схожу сейчас, если успею. Времени. Времени, друзья. Пол девятого, в принципе, в магазин я еще успеваю. Да, она хромает, что-то у нее с тазобедренным суставом, с позвоночником. Ты под ногами лазишь. Что-то у нее с позвонком. Ее машину сбила или кто-то ударил. Но она вряд ли так на нее наступила, иначе бы она визжала. Под боли. Так, надо ее покормить. Это примета такая, что если кошка пришла в дом, ее надо обязательно покормить. Не знаю, пригонять ни в коем случае. Как бы она пришла за мной, шла по пятам. Друзья, она шла за мной, эта кошка по пятам. Но это почти одно и то же. Я очень верю, я суеверный человек, очень верю в приметы. Поэтому налить какое-нибудь блюдце ненужное. Каковых у меня почти нет. Но, я думаю, у меня не убьет моя обработка. Я покойная, со своей небесной. Потому что я блюдце использовал. Вот такое вот блюдце. И по назначению, вернее по назначению, ну, для кушки. Ну, для дворовой кушки. Так, друзья, надо мне разбить ей яйцо. Как бы мне так, чтобы камера... Давайте я вот так вот поставлю камеру телефона. Разобью яйцо. И покормлю. Иди сюда, Маркиза. Будем есть яйцо с тобой. Так, сейчас, друзья, я возьму камеру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, друзья, яйцо. Я разбил ей яйцо. Своему новой гостю, Маркизе. Маркиза, давай договоримся. Я тебе даю яйцо, а ты мне будешь мышей и крыс ловить. Потому что я мышеловки ставил, но поймал А4, кстати, одну на клей. Специальный клей для грызунов. А еще троих мышей на... У меня есть эти мышеловки, друзья. Вот они, кстати. Я их позакрывал. Видно, не видно. От кота. От нового. Вот я их позахлопывал. Боюсь, что она носом туда. Или без хвоста останется, или без морда. На. На-на-на. Вот тебе яйцо. Кс-кс. На. Вот. Ешь. Ужголодные, да? На улице холма. Надо что-то кушать, чтобы это тело горело. Ну давай, как мурчит. Он там в руки. Давай, давай. Давай, ешь. Друзья. Так вот она аппетитно. Примурлыкилая, да? Комаркиза. Кошечка, надо же, друзья. Кошечка. Я думал, кот. А это все-таки кошечка маленькая. На. На-на-на-на. Ну, что-то не нравится тебе, что ли, яйцо? Сейчас за молоком тебе схожу. Все, наелась, что ли? Сейчас я тебе за молоком схожу. Наверное, все-таки яйца-то еще маленькая для яиц. Не настолько голодная, думаю. Скорее всего, больше вторую не настолько голодную. Друзья, смотрите, как она раскается. Как раз у меня состояние такое не очень здоровое. И она, думаю, мне снимет мой стресс. Главное, чтобы блохами не наградила меня, снимет напряжение. Да? Такая вот кошечка. Он тебя будет улучшить, ага. Так что, Маркин Раут сильно начинает. Может, я какую-нибудь ошейнику не возьму. Или шампунь подбыл. Так, ладно. Паркиза, пойдем. Так, пойдем с тобой. Тут прям с разгона у меня. Попечатываешься. Пойдем. Я тебе яйцо поставлю на улицу. На крыльцо. Или возле крыльца. Давай лучше возле крыльца. Маркиза. Вот, твоя еда. Что ты нашла уже? Что ты там нашла? Виноград, что ли? Все, я пойду. После тебя мыть руки и пойду в магазин. Друзья, я решил покормить ее кормом таким вот. Это у тебя что? Это, конечно, не вискос, но все-таки на пару рублей дешевле. Но когда берешь пакетов 10, это очень существенная разница. Очень ощущается, друзья, на кошелке. Как вот она? С удовольствием ест, да? Давайте ей пожелаем приятного аппетита. Друзья, я прям яйцо вывалил. Пусть это особо королевское яйцо тоже ест. Хоть у нее имя и королевская маркиза, но яйцо есть тоже, наверное. Не выкидывать же его, да? Поэтому такое у нее сегодня меню. Яйцо с кормом. Корм я взял с форелью, взял корм, друзья. Сейчас я им другой пакет достану. Такой вот я, друзья, взял корм с лососем и форелью. Это вовсе не реклама. Я хотел не показывать название, но думаю, это не вискос. Я впервые в пятерочке увидел такой корм. Думал, есть не будет. Но видите, как вот летает за обе щеки. Понравился. Значит, есть можно. Дай-ка идти остаток корма. Друзья, с аппетитом поглощает наш корм. Наша маркиза это заслужила. Проделала такой путь за мной. Вон уже яйцо. Понравилось, да? Давайте пожелаем еще раз приятного аппетита. Вход, друзья, уже и яйца пошли. Яйцо вернул. Походу ей яйцо больше понравилось, чем корм. Друзья, похоже так. Все, любую, да? Давай. Держи, маркиза. Друзья, я провожу купание котенка. Кстати, кто не знал, так можно блох вывести. Без химии можно не прибегать к химии. Шампуни всякие и всякая гадость. Вот мне неудобно одну рукой держать, да? Но я как-то вот стараюсь, чтобы не утопить телефон, и меня не расцарапали. Кстати, очень спокойно переносит воду. Ему даже нравится. Вот видите, водные процедуры. КТ даже не сопротивляется. А ватки ему хотел, он плавает в уши. Сделал тампоны, но ватка выпала. Но в уши мы воду не заливаем ни в коем случае. Видите, я стараюсь не заливать воду. И вот так вот аккуратненько. Водичка теплая. Он нагрел слегка. Чтобы она холодной не была. И держим в воде. Блохи захлебнутся. И выйдут. То есть можно без всяких шампуней, без всякой гадости. Поскольку мне на улице его, друзья, жалко оставлять. Ее, вернее, маркизу нашу, да. Она там замерзнет. На улице уже конец октября. Поэтому я решил, кстати, неудобно снимать одной рукой. Решил, вот посмотрел на ютубе. Решил так же вот сделать, чтобы она у меня в доме осталась. Завтра возьму таблетки от листов. И ошейник от блох. Но вот решил в ванные процедуры. И она у меня уже не минуту, как на ютубе было сказано. Она уже минут пять находится в воде. Принимает водные процедуры. И, как вы видите, даже не сопротивляется почти. Ну, как почти? Не сопротивляется. Единственное, что она замерзла. Сейчас буду, наверное, ее в полотенчик. И вытирать, обсушивать и в кровать, естественно. А вот я голову тоже немного и намочил. Морду. Потому что блохи, они могут перейти ей на... Вот сюда вот перейти блохи. И просто они не все утонут, скажем так. Не все блохи утонут. И тогда все это бесполезно. Поэтому стараемся. Видите, нормально переносит. Прям такая кошечка хорошая. Скорее всего, я ее себя оставлю. Поеду с ней на вахту, друзья. То есть попрошу там как-то руководства, чтобы она со мной в вагончике. Если меня вагончики поселят, не поселят вагончики. Как-то придется куда-то ее кому-то пристраивать. Ну, чудо-кошка на самом деле. Ладно, не будем мучить, друзья. Я тоже сам болею немного. У меня продул на улице. Чтобы вот КТ моя не заболела, я ее сейчас оботру полотенчиком. Достану. Видите, она даже не сопротивляется. Смотрите. Смотрите. Все. Опа. Видите, как. Сейчас возьмем полотенец. Я думаю, блохи вышли. Друзья, извиняюсь за бардак у меня. Видите, кровать вся незаправленная. Но вот так вот я не ожидал сегодня. Думал, не будет съемки. Я думал, меня она рассарапает всего. Задерет. То, что многие кошки дерутся, когда их купаешь. И она, видите, как она... Вы видели сами, я ее отпустил. Она сама из тазика вышла, из воды. Я думал, если я отпущу руки в воде, то у меня рукам хана будет. Видите, она меня даже не царапает совсем. Не, как вам сказать, не дерется со мной. Очень ласковая. Сейчас я ее оботру. Посмотрите, какое чудо. Как можно такое чудо кому-то отдать или куда-то деть, друзья? Я специально это видео смонтирую для вас. Я думаю, это чудо. У меня матушка погибла. Под пояс попала. Это вы все знаете по моим предыдущим видеороликам. И вот в ее доме я сейчас нахожусь и встретил вот такое чудо. Видите, она умывается. Сейчас я ее оботру. Я думаю, блоки утонули уже. Завтра мы еще купим шампунь и сделаем вторую водную процедуру. На сегодня, друзья, я думаю, хватит пока нам купаться, да, Маркиза? Будем сегодня вместе спать, да, с тобой? Ну, ты мои хорошие. Мы сегодня с Маркизой будем вместе спать, друзья. Ладно, хватит мне издеваться над животным. Надо ее видеть, она вся мокрая и совсем не дерется. Ручная, я не знаю, может быть, убежала или детишки завели и потом ее выбросили. Не знаю, родители там, может быть, она мешала. Хотя я в поселке нахожусь, кому может мешать котенок. В принципе, здесь полно кошек, много бездомных, много дворовых, которые в доме живут и бегают на улице. Друзья, ну, вы сами знаете, что бывает, когда котенка или кошку купаешь, хана рукам. У меня аж руки дрожат. Я думал, моим рукам тоже будет сегодня хана. Я ее подобрал на улице. Не знаю, может, чем-то болеет. И думал, что, ну, какую-то инфекцию можешь мне с царапинами занести. Она совсем не стала драться. Не стала сопротивляться. То есть, спокойно приняла процедуры. И даже меня потом обрезала. Не царапного, не цапного. То есть, это какое-то чудо, друзья. Пишите в комментариях, кстати, если вы такое же чудо уже встречали. Или, может быть, у вас такое же чудо живет дома. Ух ты, моя холюция, моя сладкая. Моя маленькая девочка. Видите, какая она. Пойду, друзья, я полотенце ей возьму. Буду ее обтирать. Друзья, я пытаюсь ее накрыть, свою принцессу маленькую. Но она что-то... Вернее, закутать ее в полотенце. Так, давай мы с тобой. Сейчас, друзья, я ее в полотенце и вам покажу. Друзья, она все готова. Она сопротивлялась конкретно. Я даже в доме куртку одел. Думал, весь буду расцарапанный. Пуховик, вернее. Куртку такую теплую-теплую. Думал, меня она расцарапает. Так, вообще, вот тебе холодно, а ты вырываешься. Куда ты убегаешь от меня? Видите, она не хочет никак. Я пытаюсь ее накрыть, чтобы она отогрелась как-то. Но она, видите, предпочитает обсыхать сама. С характером такая. Ну ладно, сохни сама. Так, я тебе уши не намочил внутри? Нет, уши сухие. Видите, друзья, какое чудо. Я немножко в таком приятном шоке, восторге. Я ее искупал, намочил. Она вместо того, чтобы меня там драть, на меня там, не знаю, обижаться. Она, видите, она ласкается, играет. Какая хорошая. И совсем не хочет, друзья, обтираться, сохнуть. Совсем не хочет сохнуть. Видите, вылазит. Ну-ка, давай я тебя хотя бы накрою, а? Вот, видите, немного вроде бы сопротивляться перестало. Ай ты. Давай, вот. Мурлыкает только. Играет, не хочет совсем. Совсем не хочет под одеяло. Вернее, под полотенце. Скажи, под одеялом мы сегодня ночью будем спать, да? Нам будет тепло вдвоем. Надеюсь, все блохи вышли. Я не буду чесаться, друзья, но... Такое вот я создание пригрел у себя дома, на даче, в Воронежской области. Думаю, я все-таки доброе дело сделал. Я расставаться теперь не знаю, как с ней буду. Мне же надо на вахту ехать. С собой брать не знаю, разрешат ли мне. Где-то оставлять или на улице, тем более. У меня просто сердце будет разрываться теперь. Я просто не знаю. Я впервые в своей жизни, друзья, ради этого случая даже камеру развернул. Я, друзья, впервые в жизни увидел кошку, котенка, там кошку, неважно. Я еще не разобрался толком. Пишите в комментариях, котенок это или кошка, которая не дерется, когда ее купаешь. Я держал ее за холку, как знаете, когда кошка... Ну, если, кстати, вы, друзья, не знаете, когда, чтобы кошка не сопротивлялась, даже во время купания, там, или вы просто хотите на вас, например, разбесилась, выкинуть из дома, да, там, из квартиры, чтобы минимум понести потерь, там, ног рассарапанных, рук берете ее за... Сейчас вам покажу. Берете ее за холку. Вот так кошка обычно носит котят. И у них рефлекторно, видите, все мышцы расслабляются. Я так ее положил в тазик и держал. Думал, ну, держу раз, да, значит, она поэтому не двигается. То есть, ну, как бы, если отпущу, думаю, да, вот так, то все. У меня хана, моим рукам хана, да, моему лицу, может быть, тоже хана. Вы видите, друзья, совсем не хана. Она совсем меня не, как это сказать, не обиделась на меня, не накинулась, не испугалась. Видимо, она чувствует то, что я ее не топить собираюсь, да, как Герасим Муну. А то, что я именно желаю ей добра, чтобы она больше не чесалась, чтобы эти блохи, там, не знаю, клопы с нее покинули ее шерстку, да, чтобы они ее не тревожили, чтобы ей было хорошо, да. Но я думаю, это чувствует. Не зря же она за мной вязалась. Поэтому, друзья, это впервые в жизни у меня, да, вот я встречаю такое кошачье создание, которое не боится воды. Поэтому я даже не знаю, как мне дальше быть. Отдавать ее кому-то, наверное, придется, я не знаю, или оставлю себе. Я давно мечтал о кошке, но на собаке тоже. Не могу со своим образом жизни завести постоянно в разъездах. Друзья, буду думать, буду думать, что делать. Потому что оставлять ее во дворе и уезжать, я думаю, она или кошки задерут дворовые, или с голоду помрет. Не каждый так вот накормит, там, обогреет. Поэтому надо думать, друзья. Пишите в комментариях, что вы мне вообще посоветуете с моей вахтой, с этим котенком, с этой кошечкой. Как вообще, что мне делать, и как мне вот, чтобы с ней или с собой ее в лотке возить специально, или это кота раньше перевозил. Вы понимаете, я его на дачу брал, а здесь на вахту. Поэтому, друзья, пишите в комментариях обязательно, что вы мне посоветуете, что вы мне пожелаете. Пожелаете, но и вот этому, вернее, вот этому милому созданию ей. Маргаритка мы тебя назвали, по-моему, да? Как мы тебя только не называли. Ой, друзья, любите животных, братьев меньших, детишек наших, не обижайте их. Потому что, блин, ласковей нету. Даже люди, мне кажется, если кого-то так ванну окунуть, он бы мне весь фейс разбил. Вот, а она даже не поцарапалась, не стала, не визжать, ничего, да? Видите, какая она аккуратненькая, чистюля. Друзья, ну вот мы и отогреваемся, да? Вот, нам уже, я еще пару процедур купания повторил. После того, как я первый раз купал, эту кошечку я видео снимал. Я после этого сразу же еще два раза, потому что вши, столько было вши, что они просто после первого купания ожили, только начали метаться, бегать. Я вам этого не успел заснять, показать, потому что я бегом опять воды. И вот я подогревал воду до приятной для тела температуры. И вот еще два раза мы принимали ванны с хозяйственным мылом. Сейчас покажу, с каким. Потому что диктярного не было. Было вот такое вот хозяйственное 72% мыло. Наша кошечка все это стерпела. Героически так все перенесла. Теперь умывается. Вот я включил здесь специально две газовых комфорки, поскольку я отопление, я котел не пригревал, не включал. Она влажная, вся мокрая, поэтому думаю, что если я, например, выключу газовые горелки, то будет прохладно в доме. И представьте, вы накопанный в прохладе. Я как бы не хочу, чтобы она заболела. Не знаю, может быть, я ее просто выпущу во двор, может, кому-то отдам. А в добрые руки и знакомых. Может быть, заберу в Москву, там куда-то пристрою. Но ей видно, что тепло, хорошо. Ши не знаю, остались живые или нет, или мы их все утопили, смыли. Вот она на меня обиженная. Даже не хочет ласкаться, хотя мурлычет, можете послушать. Что-то нам говорит. Не знаю, лишая я не нашел, стригущего лишая я не нашел, посмотрел все тело животного и не нашел этого лишая. Может быть, не знаю, она и болеет. Узна это позже на себе. Если у меня никаких пятен не появится, значит, и у нее ничего нет. К ветеринару тут, ну, есть возможность, но в момент для меня это дорого, куда-то нести. Поэтому все своими подручными средствами. Завтра куплю я ошейник от бога. И капли, наверное, в шерсть закапаю, чтобы в шее не тревожили, потому что мы их вымыли, но, может быть, какие-то и остались. Но уже мелочь. Я надеюсь, что мелочь, которая безвредная. Надеюсь, я ничего от нее не подцеплю. Вот так вот мы умываемся, намываемся. Да? Давай покажу. Какая-то красивая. Какая-то она красивая. Как крыска мокрая вся. Сейчас она просохнет, намоется шерстку свою. Мы причесали тебя, да, расческа? У меня вот такая, друзья, расческа деревянная, мягкая, видите, да? Закругленная. Это для людей, но с животными тоже. У меня был кот, я такой же расчесывал кота. Он покойный, царство на небесное. Вот он умер, перс. Был порода перс, призер. Давно это было, лет 15 назад, если не 20. Мне еще тогда было. Я только школу закончил, да, больше 20 лет назад. Это обычная, самая обычная кошечка. Но жалко стало, на улице я ее подобрал. Она прям бежала за мной так. Ну, вы сами видели видео. Если бы она так не бежала, я думаю, я бы ее и не взял. Но решил вот это огреть. Потому что сам знаю, как это оказаться на улице. Друзья, думаю, пока хватит. Я так уже очень много наснимал. И монтаж надо делать. Думаю, монтаж еще времени не займет. Приличного. Нарезать, сделать нарезочек, соединить. Поэтому давайте, наверное, на этом ролик будем заканчивать. Надеюсь, что у нашей Маргаритки или какие-то Кеопатры я там назвал. В принципе, мы... Я еще с именем не определился. Может, я кому-то отдам, и кто-то назовет ее именно, как он хочет. Вот. Может, оставлю, не знаю. Она есть неживая в этом доме, поэтому навряд ли я ее оставлю. А в Москве мне... Я квартиру закрываю, появляюсь там буквально раз в 3 месяца. Кормить тоже не смогу, поэтому, наверное, придется мне туда-то пристраивать это бедное животное. Поэтому, друзья, не забываем подписываться, ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии. И... 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 Советуйте наш с вами канал. Называется он «Джека». Советуйте его своим друзьям, знакомым. Рассказывайте в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Не только можно, что есть по каналу. Я буду вам очень признателен. Если люди начнут на меня подписываться, новые подписчики, карма вам все это вернет, как говорится, весь такой бунеранг. Вы сделали доброе дело, и вам это все вернется тоже вдвойне. Поэтому, друзья, не забываем ставить такие жирные лайки. Обязательно пишем, друзья, комментарии, особенно те люди, которые любят животных, особенно бездомных. Друзья, давайте до завтра. Завтра я еще поснимаю, чтобы смонтировать этот ролик и выложить его для вас. Поэтому я отключаюсь. Друзья, привет! Вернее, доброе утро. Забыл вам пожелать доброго утра. Хорошо, если оно у вас именно доброе, а не злое. Ну вот я и сходил в аптеку, вернее, в зоомагазин. Там, как вы знаете, то же самое, что и в аптеке. Есть лекарства для животных. Не во всех, правда, зоомагазинах. Где-то есть. Я вот нашел такой зоомагазин, где взял капли от двух, как в простонародье, от пшей. И также я взял на шамаркизе таблетки от Глистоп. Сейчас я вам их покажу. Вот такие вот, друзья, таблетки. И вот такие вот капли я взял от пшей. Закапаем ей вот сюда вот на холку и выгоним оставшихся паразитов, азостранцев. Видите, как она меня любит. На маркизу. Я ее спас, подобрал. Теперь она мне меня вот так вот друзья благодарит. Ай, блин. Так вот, я не люблю привязываться к животным, друзья. Потому что не могу, по сути, я по вахтам мотаюсь, не могу себе позволить и что-то придется решать. Потому что я походу не на шутку привязался к этому КТ. Друзья, давайте выгонять остатки паразитов. Вчера я ее купал. Вы видели это видео. И когда я стал ее обтирать, я как-то не сообразил это снять для вас. Из нее полчищи в шеи полезли. В шеи блок. И эти мерзавцы не все выползли. Потому что сегодня с утра, когда я пошел ее кормить, я увидел на ушах у нее были блохи. Видимо, с тела они сбежали, утонули, на голову перебрались. Хотя голову я и тоже мыл. Единственное, что я уши и воды не набирал. Потому что, как все знают, кошкам нельзя мочить уши. Но если вы не знали, теперь, друзья, вы об этом знаете. Такая вот наша маркиза. Ненавижу снимать на свой телефон. Хочу GoPro в ближайшее время взять камеру GoPro. Hero 9 вышла. Это уже мой третий дубль, потому что я уже запарился. монтировать, вернее, не монтировать, а настраивать свет. Я снял пару дублей, но они засвечены оказались. Поскольку я не вижу себя, не могу настроить. Вот такое вот зеркальце у меня есть. Такое вот зеркальце сообразил, чтобы как-то на расстоянии настраивать яркость, настраивать. Кстати, сейчас вам покажу все, друзья. я увидел одного мерзавца. Так, давай покажем Маркизу. Ну, смотрите, друзья, я сейчас покажу. О, видите? Подожди, лежать. Гав! Гав! Лежать, лежать. Не собака, я понимаю, команда, не понимаешь, но подожди. Друзья, ну, вы видите, да? Нерзавца. Вон он, вон он, вон он ползет, смотрите. Подожди. Только ты не тряси, не надо их на меня стрячивать. Наша Маркиза на меня стрячивает. Видите? обнабрась ползет. Смотрите, друзья, подожди. Маркиза, давай покажем. Давай покажем. Друзья, подожди, 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 подожди. Как не могу, вон, видите? Сейчас я, сейчас я камеру подожди, подожди. Вот, видите, одна братья. О, видите, да? Поэтому Маркиза тебе пока придется посидеть. Видите, как ей нравится. Все-таки животные чувствуют хороших людей. Надеюсь, я вовсе не такой пропащий, как все говорят, как многие считают, особенно моя бывшая жена, что я пропал в этой жизни. А вот так и тебе привет. Детей против меня тоже настраивает на друзья сюжет для другого видеоролика. Детей обожаю, животных тоже. Животные меня любят, животные не идут к плохим людям, как вы знаете. Давайте нашей Маркизе закапливаем лекарства. Она пригрелась, сейчас меня, не дай бог, тоже пшами наградит. Докрая вот, красотка. так, по мне не лазить. Затяжки мне не делают на штана. Видите, совсем уже ко мне привыкла. Так, друзья, зачем я камеру включил? Вот они, эти капли. Давайте ей закапаем. сейчас я буду проводить маленькие манипуляции. Так, как-нибудь поставить камеру. Так, отходим. Тут идет съемка. Так, будем делать капать от ушей тебе. Друзья, у меня нет ассистента извиняюсь. Так, я понимаю, тебе не нравится, но надо дать кожу. Вот они вот они так, подожди. Давайте вот так вот сделаем. Она не хочет. Может они подожди. Друзья, дал окошечке глистогонное. Видите, вискос, не вискос, а тут корм, не помню, как он называется, забыл. и вот четверть таблетки видите, у меня пальцы к порошке от таблетки. Растолок, будем ей глисты выводить в нашей маркизе. У нее 100% есть глисты. Так, она аппетитно ест, мы ее обманули, одурачили. маленький ребеночек. Так вот мы пусть ест, кушает. Пожелаем ей приятного аппетита. Надеюсь, в ней глисты. Если какие-то есть паразиты, то они выйдут. с аппетитом кушает, поглощает, да, маркиза? корм с лекарством. Давай, доедай. Маркиза, давай, 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 давай. Вот это вот надо доесть. Все надо доесть. Давай, давай, давай. Вот это вот. вот этого. Незбурлыкало. Нравится. Ну, давай, давай. Хорошая, давай. Давай, вот это. Вот это доестье надо. Ладно, не хочешь, но, в принципе, она почти все съела. сюда кушала, а может быть, еще сейчас до прикончить. Давай. Ну, ладно, наша маркиза потом, я думаю, все доест, если соседские кошки дворовые не слопают. нет, она услышала слово, то, что соседские кошки соседские, что они слопают, решила сама доесть, не дать им такой возможности. Молодец. все, друзья, сейчас будем закругляться. Поэтому, друзья, поэтому, друзья, не забываем подписываться на канал, ставить вот такие вот жирные лайки, а также рассказывать своим друзьям, если вам зашел этот видосик, и вы также любите домашних животных и ухаживаете за ними, а также помогаете бездомным животным, ставим такой вот лайк, комментируем, и не забываем подписываться на канал. Всем пока. Маркиза, пока. Всем пока, друзья. Друзья, вот так вот он, вернее, она, маркиза, ломится в дом. Видите, как я даже не могу закрыть до конца дверь, боюсь, я его там задавлю, ее вернее, придавлю, лапку или хвост, или голову вообще. Видите, как от меня ни на шаг не отходит мое дитя, моя доча. Ну, подожди, маркиза, давай у тебя это, блохи выйдут до завтра, я тебя впущу обязательно, и будешь со мной спать в тепле. На улице еще октябрь, конец октября, поэтому, в принципе, не очень холодно. У нее плотная шубка, и она рвется. Смотрите, какая, так, маркиза, давай ты сегодня поночуешь где-нибудь на улице, ладно, блоги все выйдут с тебя, мы тебе блох-то вытравили, уже видишь вечер, а ты сейчас натрясешь блохами. Пойдем, пойдем, пошли, ты же умный, пойдем, на завтра обязательно, я тебя включу, пошли, иди сюда. Маркиза, Маркиза, тишина, смотрите, что вытворяет, лезет у моей ботинки, кроссовки, так, пойдем, видите, друзья, чего она вытворяет, смотрите, тебе мои ботинки, кроссовки понравились, что ли, не знаю, может, у меня какой-то запах, друзья, исходит, что она уже и мои ботинки полюбила, кроссовки верни, так, все, подруга, давай, пока ты, вот тебе молока нальет, допивай свое молоко, все, а завтра мы с тобой увидим.